Попробуйте заглянуть в себя, попробуйте заглянуть в мысль, о которой вы рассказываете, о которой вы думаете, думать одно, договорить одно, то есть отталкивайтесь от нее. Всем эту тему можно быстро перескать. Запросто, да. Главное, чтобы это рассказывало, чтобы это раскрывало вашу личность. Я зовут Рима, простите, я просто бежала сюда. И, короче, все бросали помидорами, я как раз когда открыла его, кричала «Мам!», как мне дали тебе помидор в рот, и, короче, у меня потом делали искусственное дыхание, чтобы прям качать. Но потом я встретила мужа. Муж, конечно, был американцы, его же убил. Но, брата, как вам сказать, у меня 25 было, а ему 65. Скажите, зачем преследовать женщину, любовь всей своей жизни? Вот, ну, сказала она тебе «нет», ну все, уйди, уйди с ее жизни, выбери себе другую женщину. Сколько там людей у нас, не знаю, 4 миллиарда женщин. И на любой вкус ответ «нет», он же пришел сюда. Он после того вышел и сказал, что надо выйти к Горчику, потому что после такого признания он, наверное, не сможет дальше со мной выслушивать меня, потому что я буду участником преступлений. Ну, в общем, затачиваем этого клиента в его квартиру. Ну, а что? Женщина имеет право на ошибку. Я считаю, что женщина может выходить замуж сколько хочет. Короче, я не стану ждать, пока Патрик не сделает предложение со мной, не сделала его предложение. В общем, я поехала с Патриком, ну а что делать, это же из-за меня он попал в эту больницу. Я надела такое вот зеленое с розовым платьем, очень красиво, ну, он идет. 12 миллионов долларов. Да, ну, а на эти деньги, конечно же, мы купили мне вообще машину, которая всегда мечтала. Я просто, ну, в душе гонщица. Я считаю, что каждая женщина должна водить машину, как супер-гонщик. Потому что, потому что эти мужчины, что они себе вообще возомнили? Женщина за рулем – это королева, и ей все должны все уступать и прощать. Я считаю именно так, особенно если красивая. Теперь тебе стоит столько жениться на ней. Только так ты сможешь покрыть свою вину. Так поступают настоящие мужчины. Но я не осуждаю тех людей, которые женятся на мужчинах постарше. Ну просто так получилось. Потому что это может быть любовь. А зачем тогда жить? Если бояться каждый день. Ведь каждый день надо проживать так, как последний. Убка ровная. Йокоэнде Адамы